Наступила осень, и мой ночной кошмар. Без отсутствия полного привода сюда я вообще боюсь лезть. Соответственно, ставить машину рядом с домиком маленьким лучше, в общем, не ставить. Потому что уехать отсюда очень сомнительно можно. И вот это еще цветочки, потому что весной здесь еще хуже. Еще высокий уровень грунтовых вод. Сейчас все это только начинает расползаться. А дальше будет только хуже. И поэтому я думаю, что мне нужен УАЗик. Просто необходим. Хотя вряд ли я деревенского жителя могу удивить вот этим вот. Кстати, специально для этого были куплены прекрасные резиновые сапоги. Вот это все нужно преодолеть, чтобы попасть на нашу парковку. Как мы и собирались, мы поменяли один норвежский баллон на такой же чешский. И сейчас поедем заправлять их. Посмотрим, насколько местные газозаправщики знакомы с этими баллонами. Так что будем все запечатлять. Второй тасовать некуда, там конвектор лежит. А конвектор-то надо было в доме оставить. Да? Ладно, давай. Да, кстати, скажи, что конвектор ты все-таки купил. Да, конвектор мы купили. Вот такой. И все-таки это случилось в Аби? И все-таки в Аби. Он трехсекционный, можно одну, две или три секции зажигать. Мы сейчас ездим, заправим баллоны, а потом будем проводить испытания. Как это все работает, насколько от него тепло, и как он разгорается, и проще, и проще. И как он выжигает кислород? Ну, выжигает, а что делать? Там есть, конечно, некоторые ограничения по эксплуатации. Но я думаю, что мы с ними будем мириться, потому что других вариантов особо нет. Попробую, все. Сейчас у меня только 5 литров дольется вам. Покажите, чего. И типа она сюда не станет, нет? А то вы подпосили для работы. Здорово, маляк. Отлично. Где еще заправки есть? Это в Новом Бусине, в Упольновске. Вот 20 километров или 18, как-то. По трассе. Первая же заправка нам отказывает. Ха-ха-ха. Да уж. Пойду спрашивай, что они не расскажут. Давай. Ну, что скажешь? Ничего не скажу. Пойдем пробовать. Хороший. Хороший. Ты хороший. Да ладно, они не так много весит. Закинешь сейчас в машину, да и все что. У меня обновки. Теперь я буду еще более эффективно заниматься. Теперь будет прятать свои глаза за полностью закрытыми очками. и пишать через микромаску. Тем, чем я занимаюсь. Одноразовая, но хватит. Вот я думаю, мы с тобой долго будем одновременно говорить. Да. Да. Все же смотрят первый канал. Ну да, пусть говорят. Там все одновременно говорят. Ну там передачи, пусть говорят. Вот они все и говорят. Пусть горят. В общем, этим я буду заклеивать окна в очередной раз. Ну этим, сами знаете, что я буду делать. И вот еще на пробу купил такую вкусняшку. Если понравится, буду покупать еще. Когда мы хотим кушать, мы приезжаем в замечательное детское кафе. Оно тут в здании кинотеатра. Его недавно разукрасили стены. Оно раньше было такое неприглядное. Сейчас оформили прям красиво. Детям, я думаю, здесь нравится. И вообще-то это пиццерия. Ну здесь, да, это все как бы написано в дверях пицца. И открыто всегда. И всегда никого нет. Да, мы здесь, правда, сколько раз ходили, ни разу пиццу так и не брали. Ну, наверное, здесь вкусно. Мы обычно какие-то более приземленные играем блюда. Вот котлетку с картошечкой. Салатик какой-нибудь овощной. Ну, зато недорого, вкусно. Нормальные порции. В прошлый раз провел Агман. Он был огромный. А теперь слово предоставляется человеку за кадром. Человек за кадром хочет сказать, что вот КТ на заднем фоне. У меня в детстве такой плакат был. Висел дома. А еще мне нравится, что здесь поют птички. Сейчас они почему-то не поют. Ну, они иногда поют, а иногда нет. Здравствуйте. Ну, вот как-то вот так. У меня пол порции, в Ванке целая порция, манты. И больше всего меня умиляет то, что здесь не подают ножи и не подают соль с перцем. А что делать? Очень нравится мне этот общественный туалет с двумя толчками и общей дверью. Мы съездили, заправили баллоны. Получилось заправить их со второго раза, потому что на ближайшей заправке не оказалось подходящего заправочного штуцера. Потому что они заправляют только металлические баллоны. И у них какое-то очень странное оборудование. Я даже отправил фотографию их заправочного оборудования. И дилеру, у которого мы брали эти баллоны, и как бы он тоже сказал, что с таким первым сталкивается. Будут они, в общем, этот вопрос выяснять. Но мы проехали лишние 18 километров и заправили на Лукоиле. В каждый баллон нам налили по 20 литров. Обошлось нам это в 756 рублей. По расходу расчетно где-то одного баллона должно хватить на 80 часов непрерывной работы на максимальной мощности одного конвектора. Сейчас будем собирать конвектор и все это дело подключать и делать пробный запуск. Расскажи, как люди реагировали. А, еще интересно, на всех заправках люди... Ну, заправщик, ладно, он еще как бы, он уже видел такие баллоны. А все, кто подъезжал, спрашивали, о, а что это такое? А почему такие? А чем они лучше? И прочее, прочее. Ну, народ реально вообще не представляет, что это за баллоны. И что это вообще, в принципе, баллоны для газа. Да, это какие-то новые. Взрывы безопасные. Да ладно! Да, все удивляются, что, типа, они не взрываются. Говорят, а вы пробовали? Ну, конкретно лично я не пробовал, но я видел ролики, где люди их поджигали и в костер бросали. И реально взрыва нет. Пламя есть, взрыва нет. Я не знаю, зачем в магазине ее вскрывали. Она так вот, кассирша вскрыла, посмотрела и закрыла. Все. Она посмотрела, конвектор ли там и не напихала ли ты туда что-то еще. Ну, возможно. Я думаю, я даже дальше открывать не буду. Я сейчас вот достал инструкцию. Сначала ее почитаю, а потом буду уже извлекать и смотреть. Может, уже пора ее обратно в магазин ввести. Может, она нас чем-то не устроит. Самое интересное, что вентиль, вот этот вот, нарисован от баллона, как наш. То есть, он с клапаном сброса излишков давления. Инструкцию я дочитал, ничего сверхъестественного я в ней не обнаружил. Поэтому сейчас будем извлекать и запускать. Ну, вот так он выглядит впереди. Такая большая дура. Собственно, сам керамический элемент нагревательный. Он разогревается газом и дает инфракрасное излучение, которое и греет. Там вот здесь вот пускатель, пьезопускатель плюс безопасности клапан, который от нагрева остается открытым. То есть, если вдруг газ кончится, он закрывается и газ не будет убегать. То есть, когда он остывает, он закрывается. Здесь вот есть полочка для установки баллона. Она такая откидная, колесико. И есть еще, пойду сейчас возьму шуруповерт. Здесь держатель для баллона. И надо будет здесь еще редуктор. В комплекте все есть. Сейчас возьму шуруповерт, чтобы поставить баллон и прикрутить баллон газовый. Будем запускаться. Самый обыкновенный редуктор на 30 милибар. Италия, наверное. Хотя, я думаю, что Китай, скорее всего. Кто сделал? Не знаю, не написано. Слишком мелко все написано, чтобы читать. Так. Это у нас надо чуть-чуть ослабить. Блин, шуруповерт без аккумулятора. Молодец, черт возьму аккумулятор. Подрука номер два. Такая держалочка для баллона получается. Сюда ставится баллон и такую штучку закрывается. Давайте пробуем. Остается зафиксировать. В саморезах, конечно, сэкономили. Вот это вот микросаморез. Я понимаю, что его здесь достаточно. Но работать с такими крайне неудобно по размеру. И шуриком их лучше не крутить. Лучше крутить отверткой, потому что очень легко оторвать резьбу. Пробный старт. Чтобы ее запустить, нужно сначала открыть вентиль на баллоне, потом нажать на регулятор и несколько раз воспользоваться крызой, чтобы появилось пламя на первом элементе. Газ открыли. Мы решили перебраться в более темное помещение, чтобы хотя бы пламя было видно, потому что оно, скорее всего, будет очень тусклое. Поэтому пойдемте внутрь. Так, стартуем опять. Открываем баллон. Нажимаем регулятор и пьезой разжигаем. Появилось пламя. 20 секунд надо подержать, чтобы нагрелся пускатель. Потому что если я сейчас отпущу пускатель, то клапан перекроется. Горит синее пламя немножко. Попробую отпустить регулятор. Да, уже все согрелся. Он держит давление. Сейчас будем пробовать разжечь все. Она должна нагреться вообще. Пока скорее газом пахнет, чем горит. Не знаю, я попробую на двойку включить. Да, вот сейчас пламя побежало на второй элемент, на соседний. Я не знаю, насколько это будет видно на камеру, но глазами это... Блин, страшно. Вот эти звуки, которые посторонние, это не конвектор. Это наше воздушное отопление. Ну, это стабилизатор там работает. И издает всякие звуки. Штука достаточно стрёмная. Спать при ней не будешь. И она вон уже до красна раскаляется, решетка ограничивающаяся. Жестяк, короче. Спать при ней точно нельзя. И без присмотра ее оставлять тоже нельзя. Об этом, кстати, в инструкции написано. Мы убедились в роботоспособности. Теперь пробуем погасить. Чтобы ее выключить, нужно регулятор перевести в первое положение и после этого закрыть баллон. А после этого молиться, чтобы электричество никогда не отключали. Все, потухло. Звуки, как на шее, эти обогреватели издают, когда отключается. Тыц, 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 тыц. У нас опять вырубили свет, и мы решили топить печку. Не зря же мы ее разгребли. Газовый конвектор мы, конечно, вчера тоже уже довели до ума, и он работает как положено. Но... Он нужен нам и там, и здесь просто. Да, мы будем пользоваться им сегодня там, потому что надо докрашивать доски. И если там вдруг сильно остынет, чтобы там хотя бы согреть немножко. Скажи, как все это своевременно произошло? Ну, как обычно своевременно. Что? Мы пришли чайку попить, успели только заварить его, и свет вырубили. Причем опять без предупреждений. Я уже, блин, сейчас не знаю, звонил, жаловаться буду звонить дальше, наверное. Если прокуратура с ними не справляется, будем дальше жаловаться. Своевременно я имела в виду, когда все куплено? Кроме генератора, да. Кроме генератора. Ну, на генератор нам еще надо тысяч пятьдесят. Нам еще не хватает, всего лишь где-то в районе пятьдесяти пяти тысяч. Наши замечательные подписчики набросали нам что-то в районе девяти тысяч. Да. С момента, как мы начали собирать. Ну, не то, чтобы начали собирать, а с того момента, как зрители настояли на том, чтобы мы поделились реквизитами, вот с того момента нам нападало где-то, ну, в общей сложности около девяти тысяч. Но там не все на генератор было. Да. Ну, не все на генератор, что-то мы потратили на свет, но в итоге на генератор еще нам собирать и собирать, а генератор уже нужен. Так вот квест... Придется брать за свои. квест по разбору печки меня не миновал. Да, печка у нас теперь вся голая стоит. На ней только чайник будет греться. Да, все, видите, как чистенько тут стало. И как вокруг стало грязненько сразу, потому что одевать все это некуда. Сейчас накидаем туда брикетов. Да, у нас прошлой зимой было куплено. Кое-что тут есть. Дровами, ну, как бы всякими неприглядными, которые растут тут кругом и валяются гнилые, топиться не здорово. Они очень мало жара дают. Поэтому мы стали покупать не дрова, а именно брикеты. Потому что посчитали, что нам это выгоднее и складировать их проще. Потому что для дров надо какой-то, блин, склад делать и их сразу много привозят. А брикеты можно несколько пачек купил в магазине, приехал и здесь как бы по мере расхода просто подкупаешь. Для нас это открытие вообще было, честно говоря. У нас друзья в Питере топятся. Довольно. Надо сказать, что брикеты разные бывают. Бывают светлые, темные. От темных жара меньше. Потому что их делают из коры и древесины. А светлые делают именно из опилок, из чистых, без коры. Как-то так. Ух, сыпануло сколько оттуда. Все, трубу открыли, можно поджигать. Очень удобно, можно разжигать брикеты прямо ихней же и упаковкой. Полиэтиленчик пока горит, они успевают от него загореться частенько. Не всегда правда. Ну и в связи с такой ситуацией, у меня сегодня на обед вместо вареной курочки будут опять макароны. Быстрого приготовления причем. Причем это будет не макарона из твердых сортов пшеницы. А хрен знает что в производстве роллтон. Зато у нас еще остался фарш. У тебя будет роллтон по-флотски. А, да. Это что-то новенькое. Я так еще не пробовал. А у меня будет тыква по-флотски. Хе-хе-хе. Знаешь, Ванечка, мне иногда тебя прибить просто хочется за силу твоего, сука, намерения. Плохо почувствовал ты себя сегодня. Отдохнуть захотел. Иди в жопу. Иди в жопу, это не ответ. Вырежешь, Папа. Ни за что. Так оставлю. В общем, обстоятельства вынудили нас завести уже сегодня конвектор. Благо, что мы вчера его взяли и уже испробовали. И я его даже к вечеру уже понял, что с ним было не так. И сейчас он уже работает нормально. Сейчас запущу, чтобы он тут горел. Чтобы потом можно было красить. Загорелся факел. Одна горелочка. Сейчас заведем сразу все три. Он по мере прогревания вот эта вот керамика, она прям становится, прям до красна разогревается. И появляется вот этот конвекционный эффект, когда излучение инфракрасное нагреет все, что находится перед ним. То есть это как у камина сидите. Прям очень прикольно. Сейчас он уже практически вышел на режим. Уже керамические элементы покраснели. Они до красна просто раскаляются. И уже от него прям жаром пышет очень хорошо. Продолжение следует...